Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог. Какие службы приходили к нам за год? Хинкали готовлю в первый раз. Ну, значит, первую часть мы с вами обсудили. И хочу добавить к первой части, что Уралочка у нас нарушила вместе с Сарафаном правила сообщества. Да, где она назвала имя, отчество женщины, что она работает в администрации, она назвала её возраст и при этом ещё и прошлась по ней. Да, высмеяв внешность, что без слёз не взглянешь, Уралка, ты не боишься, что тебе ещё и от Ютуба может прилететь. Я думаю, что женщина, которая писала жалобу, она молчать не будет, услышав про себя столько гадостей. Ну и дальше приступаем к разбор второй части. Уралка, значит, готовит хинкали. В первый раз готовит, она ни разу якобы не делала. Говорит, вы меня не ругайте, якобы строго не судите. Ну и дальше, значит, Сарафан за кадром напомнил Уралке про праздник, чтобы не забыла, ну и отчиталась. Ну и Уралка говорит, что да, я поздравляла. И в Телеграме меня поздравляли, и девочки переживали. Вот как поздравлять, какая вера. И Уралка тут, значит, начала объяснять, что вот якобы она слушала Мулу, и он сказал, что если у вас жена не мусульманка, то она, значит, всё равно может посещать церковь. И говорит, да, Сафар. А Сафар за кадром говорит, не помню. Короче, Сарафан включил дурачка. Ничего не знаю, ничего не помню, говори, что хочешь, говоришь ты, а не я. Ну и понеслось. И яйца, говорит, я крашу, ничего тут такого зазорного нет. И говорит, святой воды можно набрать, она долго стоит. Уралочка понимает, что да, святая вода, это просто, что она долго стоит. Короче, что нанесла? Уралка, ты нам уже давно сказала, что ты Марьямка, и если ты считаешь себя православной, и при этом врёшь постоянно, бесконечно, и даже врёшь про церковь, которую ты не посещала, и плетёшь 40 недель, и в Рождество сорока уст. В чём с тобой говорить? Ты не только предала свою родню, ты предала и веру. Ты нам рассказывала, что был никах у тебя. Так как так получается, никах с иноверной? Или как? Сарафан уже за кадром боится слово произнести, дабы ему не во грех было. Значит, Уралка учит уважать все религии. Уралочка, мы вот в отличие от тебя действительно уважаем каждую религию. А вот какой религии принадлежишь ты, тут совершенно непонятно. И вот хотелось, слушайте, опять устраивать вот этот цирк, то с оскорблениями женщины, то с религией. Уралочка, кому ты хочешь показаться самой крутой и самой умной? Ты уже с пиратами цирк устроила, теперь уже после пиратов религию решила зацепить, женщину оскорбить, какой ужас. Ну и дальше в процессе лепки хинкали, значит, у неё что-то там не получалось, и раскрывались они. Сарафан ей делал замечание и по поводу ногтей, что якобы такими ногтями только спину чесать. Ну и показал свои ногти. Уралка посмотрела и сказала, страшной без слёз не глянуть. Серьёзно, Уралочка? Так страшной кто? Ногти страшные у Сарафана? Или он страшной? А какие ты хотела ногти у мужика-то увидеть? Интересно, без слёз не глянешь. Какие ногти? Или ты решила любимому мужу маникюр сделать? Или внешне он уже тебе страшной стал? Чё-то как-то в последнее время, слушайте, у Уралочки все страшные кругом. Видать, на себя в зеркало давно-давно не смотрела. Боится, наверное, испугаться. И все поэтому теперь для неё страшные. Страшные! Ну и вся, как всегда, готовка сопровождалась ржачом за кадром. И, если честно, ребят, даже зрители пишут, что настолько режет по ушам, он находится рядом с камерой. То есть он снимает Уралку всё же на каком, но на расстоянии, большом-небольшом, а сам, получается, ржёт просто как лошадь Прижевальского. И это ужас. Кажется, что человек в полнейшем неадеквате. И хочу, ребят, добавить по поводу Зухры, с которой устроили ржач эти двое. Интересно получается, что Зухра является, скорее всего, тоже мусульманка. Но мусульманин, который смеётся и стебётся над отчеством, разве может быть мусульманином? Пинкали, ребят, конечно, это что-то из чем-то. Слушайте, какие-то большие пельмени. Весь сок оттуда убежал, да. Что они там налепили, что они там наклепали, непонятно. Нет, ну если она действительно делала в первый раз, ну так неужели нельзя посмотреть внимательно в интернете, как и что делать? Уралочка, она и в Африке уралочка, как я всегда говорю. А Сарафан опять же заговорил моими словами. Кручу, верчу, запутать хочу. Да, Сарафан? Ты прям присосался, как пиявка к моему каналу. Высматриваешь, вычитываешь, прям наизусть заучиваешь. Ну и дальше дегустация. Присели и есть хинкали. И вы слышали, что сказал Абдугани? За твое здоровье. И чокнулся, как будто рюмкой. Значит, это он знает. Знает, как выпивают. Раз, за твое здоровье. Ребят, ну а что? Если в семье не пьют, откуда он будет знать, как там чокаются и говорят за твое здоровье? А здесь получается на русском. За твое здоровье. От кого, интересно, научился? Уралочка, неужели ты научила ребенка за твое здоровье? Правда, Уралка на него пустила такой косой взгляд, но ничего не ответила. Видать и правда все поняла. Хинкали все разлезлись, что у Уралки, что у Абдугани. Сок повытекал, но Уралочке надо было стонать. Надо обязательно стонать, чтобы показать, что это вкусно. Она уже научилась на рекламе. Должны быть эмоции. После трапезы Уралочка отправилась посмотреть на купания крещенские. Но все отменили. Уральская парочка отправилась в светофор. Давно не были в светофоре. Слушайте, только недавно нам затарку свою показывали, да, сколько закупились, три пакета. И уже опять им надо купить пожрать. Не успели зайти в светофор и понеслось. Фруктики, какая-то там зелень и конфеты. И главное, Уралочка, слушайте, приговаривает, что конфеты якобы она не ест. Это парни-специалисты по конфетам. Уралочка, кому ты втираешь? А батончики кому покупала? А ласточку кому покупала? Уралочка, ты уже полилась тысячу раз на сладостях. Дальше Уралочка идет, слушайте, и рот не закрывает. Печенюшки берете, берете себе, а то опять, говорит, будете шкафчиками шуршать, да стучать в поисках сладостей. Ужас. Слушайте, это какой-то капец. Вы знаете, такое чувство, что Уралка сама очень прям, ну очень хочет сладенького, вкусненького и побольше, но списывает все на парней. И они должны срочным образом набирать, чтобы Уралочка не палилась поеданием сладкого, мучного, шоколадного. И ужас, ребят, сколько набрали всего ненужного и вредного снова. То сок потом кричит, то воду давайте возьмем, то сушилку для посуды. Такое чувство, что Уралочка просто хочет опустошить карточку, чтобы побольше денег сарафан потратил на кишку Уралочки. Ну серьезно. И главное списывает опять же на Абдугани, что он набирает конфеты. Якобы кто набирает, тот и есть будет. Уралочка, мы знаем, как ты подставляешь Абдугани. Так что давай уже не трынди. Видели, было как раз таки ты спалено с сырками. И потом удачно все свалило на Абдугани. Только зрители не дураки. Все прекрасно знают, кто что ест. Да, спалилась с ласточкой, спалилась с мармеладками, спалилась с шоколадками. А теперь решила уже якобы палево не устраивать, а все списывать на Абдугани, который якобы обжирает тебя и объедается сладким, но только не ты. Что интересно, ребят, я заметила, что Абдугани уже даже не спрашивает у Уралочки, можно, нет. Берет сок, Уралочка есть, говорит, ты же сока уже себе набрал. Ну, Абдугани ее не слушает, в корзину кладет коробку и пошел дальше. Слушайте, а Уралка тут же отмазывается компотой, якобы у них никто не пьет. Уралочка, а где твои компоты? Если ты будешь покупать всякий сок и прочую газировку, всякую дрянь, то, конечно же, кто твои компоты пить будет? Хотя есть ли эти компоты вообще? Ну и дальше распаковка. Да, Абдугани даже попросили показаться на кухне, что якобы он никуда не убежал. Слушайте, это ж как смотрят, как смотрят и читают комментарии по поводу того, что Абдугани не присутствовал, когда была уборка в прошлом видосе. Прикиньте, а сейчас решили якобы отчитаться, что вот он здесь, вот он здесь. Покажись, что якобы ты никуда не ушел. Ну да, потом с папкой вместе уйдет. Опять, слушайте, набрали они столько ненужного. Я просто в шоке. Хотя, вы знаете, чему удивляться? Эти люди неисправимы. Человек, который имеет пищевую зависимость, никогда не исправится. Для него только главное, чтобы было что пожрать. Больше ничего такого человека не интересует. Сколько сладостей и сколько мороженого. Это просто что-то. И понятное дело, что, ребят, это не для Абдугани и не для Сарафана. Уралка только так будет толкать в рот все эти сладости, все эти вредности. Но, вы знаете, так хочется сказать уже, не жри, Уралочка, а кушай, никого не слушай. Ешь пока рот свеж. Хотя свежестью там и близко не пахнет. Вы слышали, что сказала Уралочка? Что они поехали с замороженным. А когда поехали купание смотреть, она сказала, поедем, посмотрим что-нибудь. Может, хурма есть. То есть у нее все сводится к фруктикам. А приезжает с пакетами сладостей. Понимаете, когда Уралка попадает в магазин, у нее, походу, планка улетает сразу. И она набирает в пакеты практически не глядя. Все подряд, все подряд. И вроде не голодная же поехала. Хинкали же поели. Но, видать, мало поели. Шоколадки. И снова Ласточка. Да, говорит, купила Ласточку, раздеребанили. Уралочки не оставили. Опять мужики виноваты. Опять обожрали бедную, несчастную, прожорливую Уралочку. Слушайте, мороженое просто не заканчивалось. Оно все доставалось и доставалось из пакета. Уже даже сарафан начал ржать. Он потому что понимает, что выставил Уралку на посмешище. И выставил ее прожорой. Да, которая любит мороженое, сладости, печенюшки, конфетки, шоколадки. Ребят, ну так и есть. Так и есть. Понятное дело, что все она свалит опять на Абдугани. Опять его виноватым выставит. Прожорой выставит. Для того, чтобы никто не подумал, что Уралочка ест столько вредности. Собственно, вы знаете, мне абсолютно по барабану, что она ест. Пусть жрет. Пусть жрет, что хочет. Если она настолько ненавидит себя, что готова ради жрачки гробить собственное здоровье, то отчего бы нет, как сказала бы Уралочка. Пускай гробит. Нам-то что от этого? В итоге, ребят, Уралочка отмазалась. Себе она, как оказалось, купила всего лишь кефирчик. Потому что все остальное парням. Уралочка ничего не ест. Нет, она только кефирчик пьет. Но от кефирчика почему-то она пухнет изо дня в день. Становится все шире и шире. Но зато позволяет себе проходиться по людям и по внешности. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok